Казалось бы, не срок, а десятка, но как-то волнуется. Слава Господу, дорогие братья и сестры, что мы здесь, и по милости Божьей хотелось бы передать вам привет от наших церквей, церкви Белоруссии. И мы, хоть вот три белоруса, но мы с разных церквей, даже с разных городов. И знаете, сначала, прежде чем мы хотели что-либо рассказать о себе, мы просто хотели бы сейчас спеть, а потом уже начнем немножко знакомиться. Хорошо? Ты не один. Не надо, ты не один. Пойдем со мною в страну чудес, в страну святую. Если порою одиноко, тучи скорбей, их так много, знай, что всегда за облаками солнце любви горит над нами. Ты не один, ты не один, всегда Бог рядом, ты не один, грустить не надо, ты не один. Пойдем со мною в страну чудес, в страну святую. Пойдем со мною в страну чудес, 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 в страну чудес. Грустить не надо, ты не один Пойдем со мною в страну чудес, в страну святую Лет шесть назад, как-то некое пригласил в гости Рассказывая о своей стране, о своей церкви, о своем служении Ну и знаете, так вот, конечно, горело в сердце И если, говорю, Бог позволит, может быть, когда-нибудь исполнится это желание Хотя, в принципе, сам для себя так вот и определял, что Наверное, это не сильно так реально, потому что для того, чтобы попасть в вашу страну Это для меня лично как-то немыслимо И буквально еще месяца два назад мы и не думали, и не гадали, что это произойдет И по милости Господне так получилось, что Господь благословил и визами И благословил возможностями, и силами, и физическими И материально так, чтобы мы вместе с вами сегодня разделили эту радость Радость общения как друг с другом, так и с Господом Когда я с братьями разговаривал, говорю, ну, чтобы поучаствовать в служении, в общении с вами Он говорит, ну, расскажи свидетельство Ну, не знаю, в принципе, свидетельство я уже давно не рассказывал, кроме как в вчерашнем вечере Когда мы имели общение тоже с братьями и сестрами на нашем этаже И когда в действительности смотришь и оглядываешься назад Как-то по-новому, может быть, как-то по-иному Смотришь на себя, смотришь на ту жизнь, смотришь на сегодняшнюю жизнь Смотришь и анализируешь, каковы все-таки изменения Потому что покаялся я в 2004 году, это вот 10 лет назад Принял крещение в 2005-м И сегодня я член церкви, одной из церквей города Волковыска в Белоруссии И смотрю тогда, в то время, когда в действительности я только покаялся Только пожелал идти по жизни со Христом И сегодня, когда я уже в действительности, не то что с уверенностью, но с осознанием того, что в действительности сегодня Господь живет в сердце моем Сегодня Господь в действительности рядом Потому что такое, как я опять-таки повторюсь, чудо, что бывает быть здесь с вами Это для меня, я говорю, было еще буквально месяц-два назад нереально Родился я в 1972 году, родился здоровым, физически полноценным В семье, где, ну, православных верующих И в свое время, вот это было в Советском Союзе Это было время, когда было гонение на церковь Мама все равно нас с сестрой, у меня еще сестра старшая, наверное, два года меня Выводила в другой город, чтобы мы могли посетить церковь Но все равно того, что, говорится, с верой, того, что жизнь это была с Богом, она не была Мы ездили там по определенным праздникам, по определенным каким-то моментам, чтобы, ну, как мама говорит, чтобы Господь благословил И такого полного посещения церкви не было Когда-то отец мой говорил, рассказывал о Библии И он рассказывал с такой стороны о том, что это Библия как пророческая Но пророческая не о Христе, а о том, как мы будем жить Или что нас ждет в будущем Просто как, ну, что с нами может случиться И мне было интересно, что это за книга прочитать в юном возрасте Но, как я уже говорил, что в Советском Союзе этого было трудно найти И ни Библии не было, и даже были гонения, когда у кого-то и было это Слово Божие В 87-м году я поступил в техникум В 91-м пошел в армию И как раз вот период распада Советского Союза я застался в армию И вот когда Союз распался Я сначала служил в Подмосковье, потом перевелся в Беларусь И вот там первый раз, можно сказать, соприкоснулся с этой книгой Которой мне рассказывал отец Тогда братья Гидрион, знаете, распространяли такие небольшие новые заветы И одну из таких книжечек и мне подарили, потому что приходили в часть И рассказывали о Христе Знаете, тот период, 91-92 год, так было как-то свободно Свободно даже в армии, что мы могли спокойно сидеть и читать Библию И тогда, наверное, я прочитал несколько раз это Слово Божие Но на тот момент мне ничего не отложилось И просто прочитал, искал те места, где в действительности Говорится о том, как мы будем жить То есть, ну, как сегодня говорят О свое будущее Ничего такого, что мне отец рассказывал, я там не нашел И я как-то так, наверное, отец мне о той книге говорил В 94-м году Господь в очередной раз постучался ко мне уже после армии Через мою сестру Сегодня она, к сожалению, не верующая, но двоюродную сестру А в то время она была христианкой одной из церквей при Балтике Она тогда там жила И вот она пригласила меня в один из дней посетить церковь Ну, церковь от моего дома В ту, в которой я являюсь членом церкви Где-то 150 метров И в 94-м году я первый раз переступил порог нашей церкви поместной И вы знаете, ну, вроде бы и остался Где-то около полугода я был прихожанином Я приходил, что-то делал, какие-то, ну, там Ну, я уже даже не помню, что там было Но, во всяком случае, какое-то время я держался на плаву того, чтобы посещать эту церковь Но, знаете, мир, в особенности грех, он соблазнил И я оставил церковь, встретился с одной из женщин И мы стали жить вместе, и я оставил церковь И так вот на протяжении десятилетий проводил жизнь, ну, достаточно греховную Даже недостаточно, а очень даже пил, подлюбодействовал Ну, жил греховной жизнью, как говорят, сегодня по полной Как у нас молодежь говорит, по полной отрываться Получать от жизни различные удовольствия И при этом не осознавая, что моя жизнь в действительности катится под откос И в один из счастливых для меня дней Это 16 апреля 2002 года Я работал на железной дороге Господь допускает в моей жизни производственную травму Я попадаю не под поезд, а попадаю под кран На железнодорожном ходу был помощником кранового И так получилось, что после вчерашнего, так сказать, бурного проведения вечера На завтра мне плохо, и состояние такое Ничего не хочу делать, не хочу двигаться Тут оставляют еще работать Вот под таким тестом я просто-напросто нарушаю технику безопасности На железной дороге, попадаю под поезд И теряю, ну, гран-при Проезжаю по ногам, и я теряю две ноги В тот день, я уже потом узнал На нашем участке произошло три Три таких подобных случаев, из которых двое умерло И только один я, Господь оставил жить Из трех этих случаев И тогда я уже задумался, уже когда после двух дней комы Вышел, ну, пришел в сознание И тогда вот задумался, что вот 30 лет 30 лет прожил, в принципе, и не молодой И уже и был страх того, что уже постель Все, больше того, что той радостной жизни уже не будет Уже постель, уже вокруг никого нет Только тот я и то положение, в котором Господь меня поставил Ну, знаете, это как-то, наверное, мимолетно Потому что я начал размышлять Начал как-то вот вспоминать те стихи То чтение, которое Господь Когда-то я читал Слово Божие Те моменты, когда Господь мне говорил через посещение церкви И я тогда как бы сам себе задал вопрос Для чего-то Господь оставил жить Для чего-то Господь вот в тот момент, когда вот был я на рельсах Он мог бы допустить, что где-то сантиметр-два выше и все И меня могло просто порезать пополам Ну, и для чего-то Господь составил И после этого начались, ну, сказать, что какие большие поиски познаний Бога Я не скажу, но предпосылки того, что хотелось бы найти, что же Господь в действительности в моей жизни сделал И прошло еще два года, прежде чем я в действительности впустил сердце свое в Господа Я уже тоже сегодня рассказывал братьям, что когда вот эти поиски в сердце было Что надо менять свою жизнь, надо как-то обращаться к тому, который даровал жизнь изначально Даровал жизнь после того, как произошла травма И знаете, я уже говорил, что и в семье православных И после Рождества Христова, после 7 января У нас есть обычаи, православные священники ходят по домам и освящают дома И вот в один из таких моментов нам сообщили, что придет батюшка и будет освящать дом Я думаю, ну, надо поговорить Я приготовился, я там уже приготовил вопросы, какие задать этому священнику Чтобы он мне разъяснил положение, положение моего перед Господом Пришел батюшка, сделал свою работу Дал крест поцеловать и ушел Не обратив буквально, как говорят, даже внимания И тогда вот в душе я понял, что здесь, в этом человеке я не нашел бы Господа То есть от него я бы не услышал И в действительности не услышал я этого Я два года находился дома, никуда не выходил Вот такая, бывают моменты, что никого не хотел видеть Никто боялся людей, чтобы меня в таком состоянии не видели А тут желание было, нет, надо выходить уже Надо выходить из той скорлупы, из того домика, который сам себе построил Потому что жизнь продолжается Так Бог чудным образом сотворил, что я после протезирования имел протезы На которых худо-бедно, но начал ходить И как я уже говорил, 150 метров от нас церковь наша И я в ту сторону начал прогуливаться каждый день И встретился с одним из братьев нашей церкви, старцем Петр Иосифович Селинский И мы начали с ним разговаривать Первый вопрос я четко помню, когда он поношел ко мне и так вот Расспросил, как и что со мной случилось И первым вопросом задают Кто виноват? Кого я виню в своем положении? Потому что люди обычно винят, ну, кого? Как-то Господность Почему любящий Господь допустил в жизни такое, что каждый имеет? Я говорю, ну, в принципе, никого не виню, кроме как самого себя Потому что в действительности я осознавал, что ту жизнь, то есть то положение, в котором я сейчас И в том положении, в котором тогда был, виноват я сам Потому что Господь даровал все, но только я этого не видел И я ему так и говорю, что в принципе виноват я сам Он пригласил меня в церковь Я помню, что давным-давно, 10 лет назад я оставил эту церковь У меня было стеснение Просто я стеснялся, просто даже сам себя Того, что я в эту церковь некогда ходил и оставил Ну, он начал убеждать, что не волнуйся В этом никаких проблем не будет Никто тебя осуждать от этого не будет и так далее Ну, вот был какой-то стереотик, который я не мог в тот момент переступить Ну, проходит некоторое время Где-то месяц-два мы так вот общались, каждый день приходили И он ко мне приходил, и общались, и он мне давал и литературу, и кассеты в то время Слушать все это Я внимал, внимал, мне было интересно, мне было потребность Как вот в Слове Божем говорит, блажен нищие духом Вот это постоянное желание что-то, что-то, что-то приобретать Что-то слышать, что-то узнавать То есть я почувствовал, что не то время, когда я 10 лет назад не хотел этого даже слышать А тут пошло такое желание познать И вот я, в общем, месяц-два мы так вот общались И в один из дней встретился с пастором своей церкви Павлом Петровичем в Щеглинске, может кто-то и знает Это один из друзей, вот брата Ника Он тоже наверняка здесь, вот не знаю, как здесь, но в Германии не раз бывал И вот он встретился и говорит Юрий, приглашай в церковь Не надо, он знал положение мое, знал мое отношение к тому, что не приходится Я говорю, не волнуйся, приходи И вот одно из воскресенья я пришел И так помню, сел на самый последний ряд И все Вот тут-то у меня душа успокоилась Я понял, что это то место, где Господь действительно И открылся, и откроется, и дарует силы Все, и я с того времени, это с 2004, где-то август месяц, 2004 года я стал посвящать ЕЗЭ Ну даже по воскресеньям, по средам, по пятницам На все служения, которые проводила церковь Я говорю, в 2005 году я принял крещение Ну и стал вопрос о служении О служении И, братья, первое, что приглашали, это проводить воскресную школу с детьми Я говорю, как, братья, у меня Я сам Библию еще не знаю И учить детей того, чего не знать Вот, братья и говорят Ну так в том-то и весь фокус Ты будешь дома учить Библию И по воскресеньям будешь учить то, что знают детей Таким вот образом я стал познавать В воршеб, читать Библию Потом последствия Для того, что Господь позволил встретиться с братом Ника Янсеном И когда братья видели, что Ника несет здесь служение с инвалидами Наши братья тоже возгорело сердцем Желание, даже не желание, а вот такое вот Тоже проводите у нас в церкви И уже около семи лет мы проводим слушение в нашей церкви с инвалидами С детьми инвалидами У нас по вторникам и четвергам проходят слушения с детьми инвалидами А по вторникам вечером на пять часов мы собираемся взрослыми инвалидами Я являюсь ответственным за это служение У нас в группе 15 человек молодых и не очень молодых людей Где мы собираемся, где мы читаем Слово Божие Где мы молимся, где мы делимся своих нуждок Чтобы помолиться, за что помолиться Еще тоже мы забираемся, проводим такие прекрасные общения и чай Каждый раз, когда у кого-то день рождения Мы покупаем торт И так вот в таком благословенном моменте это все проводим Еще не только что мы собираемся в церкви Мы еще ездим по каким-то определенным праздникам Мы готовим программу и посещаем церкви нашей области Посещали Минск, посещали другие города, которые находятся Города, откуда братья И знаете, я вижу, что в действительности это служение Оно большое имеет значение в жизни Особенно людей, которые имеют немощь Почему? Потому что многие, я не знаю, как здесь у вас Но у нас очень многие закрыты Закрыты в своих домах У нас инвалида так в городе не увидят Может быть только несколько человек В том числе и я, которые как бы И то я по городу не езжу на коляске У меня, слава Господу Господь благословил опять-таки через брата Ника Автомобилем, которым управляю уже более 6 лет И я обычно на машине езжу Но, вы знаете, что в Беларуси вот такого нет У нас, как всегда говорит наш президент У нас все хорошо У нас настолько все хорошо, что Нам ничего не надо У нас все замечательно Все мы прекрасно живем А когда копнешь, когда соприкоснешься с этим Много, много людей еще находятся в домах Которых тяжело Не просто не вытянуть, тяжело вытянуть И вот мы, Господь благословил нас братьями Хоть мы из разных городов Нести слушайся инвалидам В прошлом году мы провели первый лагерь С инвалидами у нас На одной из баз в Беларуси Она единственная база в Беларуси Где действительно выкуплено братьями в церковь И там мы провели лагерь Со взрослыми инвалидами В этом году мы планируем уже как бы расширить Можно сказать на республиканском Но это будет громко сказано Но во всяком случае регионы Уже не только с Гродненской области Но расширяем регион Для того, чтобы приглашать больше людей Приглашать больше людей И хотелось бы, чтобы мы могли И вот вас прошу молиться Чтобы Господь благословил и средствами Господь благословил и тружениками Господь благословил И когда это все организовать Мы как бы планируем Если Бог будет погоден в августе месяца Во второй половине августа Чтобы это служение провести Потому что в действительности Я говорил, что видно Видна вот эта потребность Даже здесь, когда мы Среди вас находимся Если честно, то Поначалу было, да, такое Что-то новое Потому что я первый раз Вообще выехал за территорию Государства Имея ввиду дальнего зарубежья Как у нас говорят Хотя Дальнего Это тяжело назвать Я от границы с Польшей Живу буквально 25-30 километров А больше ни разу не было Был в Казахстане Он с братом Ника Был в Молдове Был в Украине Был в России 20-25-30 километров От своего дома Никогда не было А тем более Про Германию Я уже и говорил Что даже и не мыслим Но Пусти Господь неисповедим И я здесь оказавшись Сейчас общаюсь С братьями С сестрами Я не чувствую никаких в себе Ну Отчуждений Чуждений Как это сказать Такого Что нет Ты есть отдельно Мы есть отдельно Все здесь так это Гармонично Мы дети Дети единого отца Где нет ни границ Нет ни языковых барьеров Нет никаких Мы все одного Отца дети И мы радуются сердце Когда идет общение Идет вот такие Чудные Радостные общения Это слава Господу И я говорю Что в действительности Господь настолько велик Что настолько милосед Настолько Любеобилен Что Сегодня я не знаю Сколько нас Сколько вас И сколько это Братьев и сестер Сегодня Или ну можно сказать Уже со вчерашнего дня Они явились В моей жизни Слава Господу Ну вот это я Немножко рассказал И хочу еще Передать Братьям Чтобы они Со своей стороны Рассказали Чуть-чуть о себе О своих служениях Спасибо Приветствую вас Меня зовут Сергей Мне 37 лет Сам я из Беларуси Из города Гродно Я считаюсь Членом церкви Своей поместной Надежды Членом церкви Я состою С 2009 года Когда первый раз Я попал В летний лагерь Летом И Там преподавал Дементьев Валерий Константинович Он преподаватель Духовного семинара В Минске И он проводил С нами встречу Утром Ну беседы Где-то порядка часа Час-полтора И тогда я понял Что Внутри меня пусто И По стечению Летнего лагеря Эта неделя проходила Я сразу приехал в церковь Стал просить Чтобы меня забирали в церковь Привозили каждое воскресенье Мне было интересно Слышать Слово Божье Слушать проповедников Ну изучать Библию Ну мне это было интересно Я понял, что это мое И вот С прошлого года Я веду служение В своей церкви Взрослыми инвалидами Нас всего лишь 12 человек Ну мы молимся Чтоб наша группа развивалась Становилась больше Шире Ну конечно Есть различные вопросы Проблемы в этом Но Не об этом Можем бы вопрос Ты в коляске сидишь Это по болезни Или по рождению Один вопрос До 30 лет До 2006 года Я был обыкновенным парнем Была семья Была работа 25 августа 2006 года Я в нетрезвом состоянии Падаю с третьего этажа И ломаю позвоночник Ну Правда перед этим Мы с женой развелись Но после этого Уже все Работу теряю Операция Три месяца Больниц Потом как результат Привезли домой Оставили на кровати И врачи сказали Все Дальше сами Вот так Я тоже хочу приветствовать Войне такая Радость Здесь на земле Германии Я уже второй раз Первый раз Я был 30 лет назад Под Магдебургом Я служил И знаете Такое трепетное Когда проезжал И сейчас будем ехать мимо Посмотреть Вот те места Ну Это одно Самая большая радость Находиться вместе с вами Вот Слава Господу То что У вас такое проводится И Вот как брат говорил Мы уже В прошлом году Начали И проводили Лагерь С инвалидами Я Не представился Я извиняюсь Меня зовут Дмитрий Я тоже Из Белоруссии Гродненская область Город Чучин Когда-то Никоянцем Тоже был У нас в гостях И Я его видел Он может быть Не помнит меня Но Я помню его Вот И После того Как он был Я первый раз Можно сказать Увидел инвалида Сначала для меня Это было Как-то далековато Но Слава Господу Господь Настолько Делает Сердца Наши мягкими Чуткими И Слава Господу Что есть такие Браты Вот как вы все И брат Юра Он мне настолько близок Я очень люблю Этого брата И Он помогает И в служении Слава Господу Как в церкви Где я тружусь Вот Я тружусь Для создания церкви В нашем городе И Также я Провожу служение С моими Братами и сестрами У нас 25 километров От города Находится Интернат Детский дом Интернат Он закрытого Типа Там дети Брошенные Отказники Как их у нас Называют Которые были Рождены Вот Инвалидами И родители Их просто Оставили И На данный момент Собирается 15 20 Иногда 25 Детей Я регулярно Посещаю Этот дом Интернат И проводим Там служение Мы Читаем Слово Божие Мы молимся Мы поем И Дети Вот Начали выезжать Оттуда В лагерь Отпускают Со мной Детей И мы Выезжаем Посещаем Вот лагерь Слава Господу Есть такая Возможность Что дети Даже там Не сидят Закрытые А уже Начинают Выходить Слава Господу То что Вот И В наших Домах Действительно Столько Инвалидов Я Сейчас Работаю Еще Помимо Всего Я работаю Белорусское Общество Инвалидов Вот И Я завязываю Знакомство Вот С инвалидами Дома Езжу Знакомлюсь И Потихонечку Начинаем Такие Общения Слава Господу Господь Дает силы Господь Желание Трудиться И Поле Деятельности Огромнейшее Слава Господу Я Очень рад За вас Что у вас Тут такое Проводится Это конечно Хотелось бы И нам Чтобы Уже Больше Бог будет Благословлять Потому что Когда мы Начинаем Что-то делать Бог благословляет И Оно Растет Растет Если ничего не делать Ничего не будет Слава Господу Спасибо